Дополнительные льготы и социальные гарантии. Муниципалитет, союз работодателей и профсоюзы подписали соглашение о трудовых правах нефтеюганцев. Инициатива не только наказуема. В городе стартовал конкурс молодежных проектов «Лучшие получат солидные гранты». Что система сертификатов меняет в школе искусств? Нефтеюганский открылась конференция для педагогов доп. образования. Отпускной день для мамы 1 сентября, дополнительная материальная помощь к отпуску и санаторно-курортное лечение. Сегодня муниципалитет, союз работодателей и профсоюзы подписали трехсторонние соглашения до 2021 года. Документ помогает получить нефтеюганцам дополнительные социальные гарантии и избежать нарушения своих трудовых прав. Трехсторонние соглашения на трехлетний срок. Как отметили стороны, по сути, он является основой для заключения коллективных договоров на городских предприятиях. Его основная цель – обеспечить достойную жизнь горожанам и повысить качество жизни работников и их семей. Подписание соглашения – это значимое событие не только для профсоюзов, работодателей и органов местного самоправления нашего города, но и для всех его жителей. Это документ, который определяет социальное развитие муниципалитета на ближайших три года. Всегда стараемся находить какие-то компромиссы и понимание, и дополняем соглашения гарантиями и льготами для работников наших предприятий. Не только предприятий, но и вообще всех работников. Это социальные, в основном, это социальные гарантии всех работников города. Трехсторонние соглашения в том числе касаются дополнительных социальных мер для нефтеюганцев. Например, материальной помощи к отпуску, выходной 1 сентября для мам и лучшеклассников и три дня отпуска для дружинников, а также выплаты к рождению ребенка. В прошлом году в нефтеюганске зарегистрировали 262 мошенничества, в том числе 19 преступлений, совершенных с использованием сотовых телефонов и столько же при помощи сети интернет. Такие данные были озвучены на заседании Городской думы. В Большом зале администрации побывала наша съемочная группа. Число интернет-мошенничеств по-прежнему растет. В прошлом году в нефтеюганске совершено 311 краж, включая 30 хищений денег с банковских карт. Возросло число разбойных нападений. Выявлено 18 фактов незаконного оборота оружия. Однако удалось достичь положительных результатов по другим направлениям деятельности. По итогам 2018 года на 13% меньше совершено преступлений в общередовольной направленности. Уменьшилось количество преступлений, совершенных против личности, в том числе. Убийство, причинение тяжкого вреда здоровью. На уровне прошлого года осталось количество износений. Особое внимание уделили раскрытию фактов сбыта наркотических средств. Таких в 2018-м было 113. Кстати, в этом году, по словам депутата, в городе появилась новая форма рекламы запрещенных веществ. Граффити, которые призывают людей покупать наркотики. И отсылка этих надписей идет на некие площадки в интернете, которые как раз все это и делают. Но у нас есть, я знаю, система, безопасный город, есть камеры. Но, во-первых, наверное, можно понять, кто те люди, которые наносят эти граффити на объекты. То есть это же все визуализируется. И второе, знаю, что есть сейчас у вас компетенция проводить определенные экспертизы и блокировать эти площадки. Как выяснилось, в настоящее время выявлено шесть подобных материалов. Определенные мероприятия сейчас проводятся по установлению лиц, которые наносят данные надписи. Но я потом, в дальнейшем, думаю, результат виден будет. Единогласно депутаты приняли решение по вопросу внесения изменений в устав города, предписанных федеральным законодательством. Они касаются идентификации безнадзорных животных. Теперь каждое животное будет ставиться, скажем так, на баланс муниципального образования. Проблема, не знаю, как будет это дело фиксироваться. Это, как говорят, чипы могут там вживлять. По всем 25 вопросам депутаты проголосовали единогласно. И в целом оценили работу Думы за три месяца как удовлетворительную. Несмотря на то, что от жителей поступало много обращений, по большинству из них удалось найти решение. Юлия Наводкина, Александр Косевских, телерадиокомпания «Юганск». Инициативные нефтьюганцы получат финансовую поддержку. В городе стартовал грантовый конкурс проектов в сфере молодежной политики. Сегодня участники представили свои идеи в семи направлениях. И самой популярной из года в год остается патриотическая тема. Инициатива от учреждений, юридических лиц и от простых жителей. Всего на грантовый конкурс свои проекты представили 17 авторов. Здесь вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность, работа с трудными подростками, популяризация здорового образа жизни. Но самым популярным направлением вот уже на протяжении 13 лет остается патриотизм. Это даже очень неплохо, потому что мы говорим о сознании, о своей идентичности, причастности к своей стране, своей родине и желании сделать что-то хорошее. Патриотизм у нас каждый год лидирует. В блоке патриотических проектов идея Светланы Старковой. Вместе с молодежным советом при главе города девушка предлагает установить на всех местных памятниках специальные таблички с QR-кодом. Подойдя к ним со смартфоном, любой желающий сможет узнать всю информацию о монументе. Таким образом у Нефтьюганска появится свой культурный код. Уникальность нашего проекта в том, что мы не просто хотим установить эти таблички, но еще и будет ряд мероприятий, которые направлены на изучение. То есть это будут квесты, это будут различные встречи ребят. И мы хотим совместить и работающую, и обучающую молодежь. Много на конкурсе и творческих проектов. В этом году свою инициативу решил представить учитель английского языка. Вадим Ишкельдеев создал на базе лицея школьную телестудию. Команда, имея в арсенале только камеру и штатив, уже создала несколько уникальных видеороликов. Как и другой проект мы должны расширяться. Это покупка определенных дополнительных гаджетов для камеры, которые позволят улучшить качество съемки. Ну и, конечно же, нашей заветной мечтой это приобретение квадрокоптера, чтобы снимать определенные виды с неба. В ближайшее время школьная телестудия запланировала съемки еще двух материалов. На спортивную тему, чтобы напомнить ученикам о важности здорового образа жизни и на патриотическую в преддверии Дня Победы. Кристина Кочерова, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Инновации в обучении игре на фортепиано и открытое образовательное пространство на уроках живописи. Сегодня стартовала пятая городская конференция педагогов доп. образования. Специалисты разных направлений обменивались опытом и проводили мастер-классы. Рассказывает Виктория Тимофеева. В связи с внедрением сертификатов дополнительного образования должна измениться и работа учреждений, финансирование которых теперь напрямую зависит от числа учеников. Сейчас педагогам приходится перекраивать старые либо создавать новые образовательные программы, которые понравятся родителям и привлекут детей. Необходимо всем преподавателям и, конечно же, административному аппарату какие-то искать новые пути, формы работы, методы работы, чтобы как можно больше детей завлечь в наше дополнительное образование, дать более качественное образование. Не просто качественное, а дать образование интересное для детей. Уже пятый год в Нефтьюганске проходит городская конференция педагогов доп. образования. Число участников с каждым годом растет. Доклады и мастер-классы направлены на поиски новых форм и методов образовательного процесса. Обмен опытом среди коллег. Геннадий Викторович Таран выступал. То есть вот этот момент психологической подготовки ребенка к выходу на сцену. У нас не публичные выступления у детей. Они за мольбертами сидят. Но, тем не менее, хочу сказать, что даже в общении с детьми я могу для себя применить эту классификацию и решить какие-то педагогические вопросы. Вторая часть конференции – самая любимая у педагогов доп. образования. Участники представляли свои специальные уроки для коллег. Большинство касалось декоративно-прикладного искусства. Это ниткография, лепка маски из глины, изготовление броши из фоамирана. Что мне интересно, хотелось передать другим. Показать, научить. Ну, я думаю, нам удалось. Всем понравилось. Итоги конференции подведут 28 марта. Результатом станет общая резолюция, которая будет выставлена на сайте детской школы искусств. Виктория Тимофеева, Рамиля Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Сегодня, 27 марта, весь мир отмечает День театра. Для россиян в нынешнем году это двойной праздник, потому что театру в нашей стране посвящен весь 2019 год. В «Нефтьюганске» несколько актерских коллективов. Самые известные – это «Волшебная флейта» и образцовый театр-студия «Азарт». Старейшим и единственным профессиональным является театр «Кокол». Он зародился более 30 лет назад, хотя официально существует с января 1992 года. А в 2003-м открылся любительский театр Натальи Рузанкиной. Попробовать себя в качестве актера здесь может любой желающий. И таких в «Нефтьюганске» очень много. Мы поздравляем наши театральные коллективы с профессиональным праздником. А в эту пятницу сразу после новостей смотрите прямой эфир с актерами «Волшебной флейты». Более 180 юных нефтьюганцев от 3 до 7 лет приняли участие в фестивале детского творчества. Конкурс прошел в нескольких номинациях – изобразительное, вокальное, хореографическое и театральное искусство. О конкурсном просмотре среди маленьких актеров – следующий сюжет. В номинации «Театральное искусство» приняли участие 39 дошкалят. Первой выступила Софья Шуткина. Дебютировала девочка в свой день рождения. «Побежала из села, нарвала чуть-чуть малины, грибов стук пять нашла». Этот номер вместе с мамой и воспитателем они готовили 10 дней. Необходимо было не только выучить 4 страницы текста, но и преподнести артистично. Она у нас участвует в разных мероприятиях постоянно, также в вокально-инструментальном ансамбле и очень хорошо раскрывается. Когда выступаешь, надо никогда не волноваться, а просто делать это все с улыбкой. Среди критериев, по которым оценивали участников – органичность, индивидуальность, владение дикцией и словом, а также воображение. Аниса Чистякова, член жюри конкурса, под впечатлением от детских талантов, говорит, что театральное искусство благотворно влияет на ребенка. «Развивает коммуникабельность. Во-вторых, речь, внимание, память, умение ассоциативно мыслить. Затем ребенок в любую компанию может войти сразу». Конкурс проводится уже более четырех лет. В этом году он приурочен к году культуры. По словам организаторов, желающих принять участие в нем становится все больше, поэтому они придумывают новые номинации. В 2018-м в фестивале появилось еще несколько направлений. Одно из них – инструментальное исполнительство. «С каждым разом, можно сказать, что обрастает новыми номинациями наш конкурс, потому что мы видим в этом потребность не только в ИЗО, ДПИ, вокал и хореографии, но также и во всех видах искусства». Уже завтра в этом зале состоится галоконцерт и награждение победителей в разных номинациях, а в холле пройдет выставка работ участников фестиваля конкурса. Юлия Наводкина, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Что такое счастье? На этот вопрос попытались ответить семь начинающих режиссеров и сценаристов. Они сняли кинокартину, в которой приняли участие известные актеры и телеведущие. В эфире рубрика «Другие новости». Компания Disney представила в Москве «Альманах. Счастье – это. Часть 2». Его авторы – дебютанты из России, семь начинающих режиссёров и 14 сценаристов выиграли конкурс и впервые сняли картину для большого экрана. «Альманах» состоит из семи новелл о счастье. В одной из них Леонид Якубович сыграл деда главного героя. Мальчик смог найти новых друзей благодаря вере в себя. Режиссёр картины – 22-летняя Юлия Машукова из Санкт-Петербурга. Взялась за сложный жанр детского кино – индустрии, которая в России сейчас переживает кризис. «У меня более того в Москве был вообще первый день всех съёмок. И когда кто-то другой начинает, ты можешь у него спросить, ну как, прийти посмотреть. А я была самая первая. И это было, конечно, страшно. Но тут, когда я побывала с детьми на площадке, когда у меня на перерыве все съёмочные группы бегали, играли в футбол, и была радость жизни в воздухе просто витала, тогда я поняла, что это то, чем я хочу заниматься в своей жизни». Специально для роли Станислав Дужников впервые встал на коньки. Он играет тренера детской хоккейной команды. А Дарья Мороз неожиданно заговорила на немецком. И актрису не пришлось переозвучивать. Оказывается, она в совершенстве владеет языком. Ирина и Ксения Алфёровы сыграли мать и дочь. Это их первая совместная работа. Новелла о том, что счастье принимать близких такими, какие они есть. «Просто дебют – это всегда драйв. Потому что режиссёр очень хочет, очень волнуется. Это такой свежий, бурлящая энергия. Молодой, немолодой дебютант или не очень. А когда ты видишь человека заряженного вот этой энергией, как бы энергией реализации какого-то чего-то важного для себя и для других, то это всегда тоже тебя как-то зажигает, мотивирует». Картина выходит в прокат 1 апреля. Сеансы в кинотеатрах по всей России бесплатные. «Победу» До свидания.